Аргейм Рос. Солдатики. История. Их моделизм. Аргейм Рос. Добрый день. Сегодня поговорим про македонскую армию. В этом фильме мы поговорим с вами о народе, названном нами македонцы. Как говорилось в прошлых фильмах, наши игрушки были у нас как дома, так и у бабушки на поселке Селезневка. Мы начали от бабушки активно перевозить эти игрушки в квартиру, где жили с родителями. Этих солдатиков мы именовали тоже русскими, как и старых солдатиков у себя дома. Перевозка осуществлялась частями. Первые партии прибыли в Русь и создали город Селезень. Про это я уже рассказывал. К лету 1994 года у бабушки осталось всего 138 воинов и 4 мирных жителей. Мы решили их сделать новым народом, так как переход этих воинов на сторону Руси создавал огромный перевес над войсками антирусской коалиции. К тому же пополнение русского города Селезень новыми бойцами создало бы подавляющее превосходство в силе у этого города. Над гегемоном Руси Зайцевым городом, который был у нас любимым. А в новых условиях он бы никак не смог бы удержать лидерство среди русских городов. Мы стали придумывать для нового народа названия и вооружения. Почти на 100% можно предположить, что называть мы их хотели римлянами изначально. Как раз мы только что завершили учебу в 6 классе. А последнюю четверть изучали по истории древнего мира именно римлян. Вот так выглядели римляне в учебнике. Мягко говоря, куча ошибок в вооружении, но мы тогда этого не знали. Мы обратили внимание на метательный дротик пилум. Таким мы его сделали. Заточенная спичка обмазана пластилином. Впереди сделано утяжеление. Вот так его метали. Было сделано 10-15 таких вот дротиков. А может и больше. Их навешивали на крупных зверей. Верхом на них садились звери помельче. Крупные звери бегали вокруг друг друга. А их наездники метали по врагам дротики. Такие были потешные бои у нас. Мы стали называть крупных зверей, как тактическую единицу. Колесницами. Хотя они не тянули повозки за собой, но боевое применение их было сходным. Проводя эти бои, мы заметили, что когда на большом звере сидит множество мелких, это дает ему ряд преимуществ в бою перед теми зверями, которые не имеют пассажиров. После ошибки с врагом, воины, сидевшие на звере, могут помогать ему поражать врага, атакуя сверху. От десантников, сидящих на крупном звере, в сторону торчало множество копий. Это привело нас к мысли, что можно усилить боевую мощь крупного зверя, навесив ему на грудь побольше копий. Когда эти колесницы строились в единый ряд, то выглядели они как лес копий. Это натолкнуло нас на мысль назвать новообразующийся народ македонцами. Так выглядела македонская фаланга из учебника истории. Мягко говоря, малоинформативная картинка. К тому же представлена ошибочная идея о разной длине пик в разных рядах построения и отсутствии пик в последних шеренгах. Реальная фаланга македонского типа выглядела вот так, но мы еще долго про это не будем знать. На основную идею фаланги мы воплотили в вооружение наших македонян. Мы обеспечили множество поражающих врага копий на узком участке фронта. Разберем македонцев подробнее. Знамя. На голубом фоне желтый колос хлеба. Меч и шлем с флажком на макушке. В фильме про селезненцев уже рассказывалось про игру в выращивании хлеба и выпечку хлеба. Из этой игры мы взяли символ пшеницу и поместили ее на флаг. Меч и шлем, думаю, пояснять не стоит. Это черный мамонт. Сделан был, когда нам было лет шесть. Бивни не сохранились. Это вообще одна из первых наших поделок. Массивное животное из цельного куска пластилина. Именно ему была оказана честь нести знамя в бою. Слон из серого и голубого пластилина. Красный слон. Сзади сделана дополнительная платформа для лучшего размещения на слоне десанта. Серый слон. А вот красные леса. Свинья с прикольным пятачком и копытцами на ногах. Черная собака. Хвост закручен бубликом. Это ее отличает от волков. Четыре бурых медведя. У одного дротик пилум. Наконечник сделан в более позднее время из обрезка жести. Это что-то типа динозавра. Верхом на нем сидит цапля. Вот еще одна цапля, прикрытая ракушкой. Еще слон из красного пластилина и с черными ногами. На нем сидит обезьяна. Их было шесть штук. Двугорбый верблюд. Они считались воинами, а не конями. И в случае гибели садника все равно вели бой. Это красные раки. Сильно помяты. Еще можно разглядеть длинные усы. Когда-то были глаза на выкате, клешни. В закрученном хвосте могли быть завернуты икринки. Пять кур и птица. Четыре мышки с двумя ушами. А у этой моно-ухо. Чаполины такие же, как и на Руси. Дракон. Раньше ног у него не было. Мы укоротили крылья и из этого пластилина соорудили ноги. Это черт. Сделан по какому-то фильму или мультфильму. Тут раньше были желтые рога. Пластилин, из которого он был сделан, очень жесткий. Ее трудно пробить спичкой. Давайте посмотрим эксперимент. У птицы слабо закрепленное оружие. Наносим удар. Оружие выбито из крыла. А черт не пробит. Индеец. Набедренная повязка. Голова у него была утрачена. Бабушка, видимо, отломила кусок пластилина для замазывания щелей в окнах. От собаки осталась голова. Когда-то их было штук семь. Но они тоже были сломаны. Индейцу приделали голову собаки. Индианка. Тело покрыто броней из картона. Медведь из ломкого пластилина. У нас было два коробка такого пластилина. Изделия из него были ломкими. То есть вместо такого свойства пластилина, как тягучесть, была ломкость. При надавливании пальцами на конечности, они отламывались, как будто их срезали. Из этого пластилина мы сделали врагов русских, назвав их, традиционно для этого времени, немцами. Устроили боевые действия. В фильме про первые сражения мы показывали реконструкцию этих битв. Естественно, русские победили. Ломать немцев не стали. Но и использовать их в нормальных играх было проблематично. Хотя со временем пластилин стал более эластичным. В то время эти фигурки стояли в отдельных коробках. Собственно, по этой причине они все попали в новый народ. Это белки. На головах у многих из них шлема ракушки. Их часто вымазывали пластилином. Редактор субтитров А.Семкин Заяц. Видно, что тело укорочено. Нам потребовался желтый пластилин. Но ломать звери не стали, а просто укоротили. Видимо, этот заяц был таким же, как вот этот его собрат. Медведь и белка на службе у греков. Они в греческих доспехах. Была у нас идея пополнить греческую пехоту наемниками из других народов. Македонцы имели много воинов, подходящих по размерам для этого. Но они были из плохого пластилина. Их ноги легко ломались. А когда на войне были надеты латы, то ремонтировать фигурку было сложно. Так как частично нужно было бы снимать доспехи. Поэтому от этой идеи отказались. Ряд зайцев. Вот это волки. Они не отличаются по конструкции от тех, что были в Руси. Картонные доспехи. Делались из прокладок, взятых в коробках пластилина. Вот ярко-зеленые лягушки. Они тоже были из плохого пластилина. И поэтому их сделали крупными, чтобы они не так легко ломались. Лягушки из нормального пластилина. Две большие, а остальные помельче. Эту фигурку выбрали в качестве царя Македонии. Это фигурка древнего русского воина. На руке каплевидный щит из красного пластилина. Лицо коричневое, борода белая. Голубое тело имитирует кольчугу. На голове конический шлем. Его в более поздний период обернули желтой фольгой. На коричневых ногах красные сапоги. Лиса. В селезне было 14 таких же. Видимо ее забыли перевести вместе с теми. Зеленый поросенок. В селезне два таких же. Немецкие воины следово побоище. В Русь перевезли 20 штук таких. Ну а тут осталось двое. Прищепка. Она считалась мышкой. Женщина из желтого пластилина. С венком на голове. Из тонкой фольги. А это не наша лепка. Возможно, друг Денис слепил его. Непонятное существо. А это маленький медведь. Две черепашки. Основа бабок от абрикоса. В предыдущих фильмах я показывал, как их лепить. Раньше их было штук шесть. Или даже больше. Семь индейцев. Вот их вождь. Почти наверняка это индейцы из фильма «Зверобой». На вожде перья, спускающиеся на спину. Прототип был вот такой. Почему только нет зверобоя, и его товарищи непонятно. А может они и были, но были сломаны. Такой была македонская армия. В следующем видео вы увидите боевое крещение македонской фаланги. А сейчас я покажу фото македонян. Это более поздняя фотосессия. Мы сделали местность из различной молотой травы и камней. Чтобы было поинтереснее смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok